всем привет как померять компрессию на 4-тактном лодочном моторе или почему у меня на 4-тактном моторе такая маленькая компрессия если этот вопрос вызывает у вас улыбку и смех это видео не для вас но к нам поступают часто вопросы как померить компрессию и почему компрессия действительно такая маленькая а все потому что многие владелицы мирят компрессию неправильно как бы это странно не звучало замер компрессии на 2-тактном и на 4-тактном моторе кардинал отличается для начала нам необходимо выкрутить свечи желательно двигатель перед замером компрессии прогреть выкручиваем свечи и фиксируем их на массу для того чтобы не испалить коммутатор у нас для этого есть специальная пластина с прищепкой либо снимаем чеку безопасности для того чтобы не было искры далее мы закручиваем компрессометр сам компрессометр тоже может сильно влиять на показания вот например у нас вот такой шланг гибкий если бы у нас был жесткий компрессометр без шланга то показания были бы другие дело в том что когда этот шланг поступает воздух сюда то он расширяется и это влияет на итоговые показания это нужно учесть а также вот эти резинки и переходники если закрутить не плотно воздух будет отсюда выходить и соответственно давление будет меньше и так после того как мы закрутили если мы будем пытаться дергать за ручной стартер и смотреть что же там с компрессией здесь покажет очень очень мало для того чтобы для того чтобы компрессию показала как положено нам необходимо ну ладно ничего страшного не фокусе очень мало компрессии в том случае если мы будем вот так вот слабенько слабенько дергать ничего из этого не получится во-первых необходимо на 4 тактном лодочном моторе дать полный газ то есть дроссельная заслонка должна быть полностью открыта для того чтобы обеспечить поток воздуха если на двухтактном моторе не имеет значения закрыта или открыта заслонка потому что там воздух может попасть через выхлоп то на 4 тактном моторе кроме как через спуск воздух не попадет поэтому открываем полностью заслонку даем полный газ но на некоторых моторах может быть ограничитель газа то есть если мы включаем передачу только тогда удается открыть полностью заслонку это тоже нужно учесть нужно посмотреть чтобы вот давай сюда посмотри убедиться что заслонка открылась полностью вот у нас заслонка открылась полностью на некоторых моторах есть ограничители и в таких случаях придется как-то открывать их руками эти заслонки просить товарища чтобы он открыл чтобы нормально поверить компрессию после того как мы полностью открыли заслонку мы начинаем опять мерить компрессию вот так вот слабенько дергаем и смотрим что же там показывает сейчас попробуем посильнее чуть-чуть как это обычно бывает ну и примерно показывает что где-то 46 килограмм не более низкая компрессия требуется капиталка что же происходит на самом деле нет с такой компрессии мотор бы даже наверное не завелся или работал бы очень плохо но у вас мотор скорее всего работает хорошо а все потому что компрессию вы мерите неправильно дергать нужно со всей дури со всей силы для того чтобы исключить срабатывание декомпрессора на каждом практически четырехтактном моторе есть декомпрессор который облегчает запуск двигателя при помощи ручного стартера для того чтобы при запуске мотор не пинался и чтобы мы получали удовольствие от запуска от езды они получали пинки в обратную сторону так вот чтобы декомпрессор не срабатывал нужно как можно резче дергать за ручной стартер при этом нужно его ломать давай поближе вот у нас ручной стартер многие не знают что нужно сначала аккуратно выдвинуть вот эту вот ручку то есть свободный ход получить только потом уже мы дергаем вытягиваем свободный ход и только потом дергаем сразу дергать не рекомендуется попробуем поверить компрессию вот так и компрессометр показывает ну почти 12 килограмм видно вот это хорошая компрессия для этого мотора на маленьких четырехтактных моторах компрессия должна быть не менее 10 килограмм на средних примерно не меньше 11 она высокой мощности уже не менее 12 вот если бы у нас здесь компрессометр был без этого шланга то давление нагналось бы гораздо быстрее если не хватает сил померить ну если не получается нагнать давление попросите товарища для того чтобы он как-то вот ногой может быть наступил бы на мотор бы а вы бы двумя руками дергали за ручной стартер также если у мотора есть электро стартер как нашем случае мы можем попытаться измерить компрессию при помощи него но здесь есть тоже один нюанс в том случае если заряда аккумулятора будет не хватать или будет какая-то проблема с проводами или проблема с электро стартером то обороты коленвала будут такие низкие что декомпрессор будет срабатывать и опять же адекватно померить компрессию мы просто не сможем тут опять покажет 46 килограмм поэтому в этом случае вообще все-таки надежнее будет мерить руками а также высокая компрессия абсолютно не дает гарантии то что мотор хорошем состоянии даже если компрессия будет хорошая это никак не гарантирует что мотор топился и внутри у него раковины на гильзах через которые масло поступает в цилиндры повышает компрессию или то что в цилиндрах имеются задиры компрессия при этом может быть нормальная так что высокая компрессия далеко не гарантирует то что с мотором все отлично ну вот наверное на этом все всем удачи и всем пока